Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши видео-встречи. Сегодня с вами снова православный детский писатель Елена Рощина. В продолжении темы школьной истории вы услышите отрывок из рассказа Аленкина «Решение». Рассказ напечатан в сборнике «Творческая тетрадь». Вот как этот сборник выглядит. Это история о том, какой мы можем с вами сделать для себя выбор, что важнее для нашей души – предпочесть эгоизм и собственное удовольствие или, забывая свои интересы, проявить сочувствие к тому, кому это необходимо. Вот такой непростой выбор у нашей героини – Аленки. В эту ночь спаслось плохо. Аленка ворочалась от наглымавших мыслей, вспоминая о тете Шуре, думая о том, что сказал ей папа. Наконец она стала представлять себе день рождения у Светы. «Как же быть? Мне и Наташу жалко, и папу с мамой подводить не хочется. Они уверены, что я как взрослая поступлю, останусь с Наташей. Ну, а как же платье? Мне так хотелось его надеть. Ну, конечно, ведь будут еще и другие праздники. Новый год, например, и Рождество. Можно его тогда надеть. А пока пусть оно повисит в шкафу». Аленка повернулась на правый бок и постаралась покрепче закрыть глаза, надеясь заснуть. Полежав так минут пять, она вдруг вспомнила про Ирочку Воронцову. Ей даже показалось, что она мысленно слышит грустный Ирочкин голос, жалующийся на то, что платье у нее старое, и на день рождения она из-за этого не пойдет. Бедная Ира, и она тоже не пойдет к Свете, стесняется своего старого платья. Оно у нее и правда никуда не годится. Мама Ирина шить не умеет, а зарплата у нее небольшая. На новое платье для дочки не хватает денег. От этой мысли Аленке стало совсем грустно. Она встала с кровати и подошла к окну. Небо стало немного светлеть, ночь подходила к концу. Аленка посмотрела на часы, стоявшие на книжной полке. На них было пять часов утра. «Ну вот, скоро уже утро, а я так ничего и не придумала», — подумала она. И снова стала смотреть в окно. А там уже начиналась жизнь. Дворник дядя Слава подметал дорогу у подъездов, складывая разноцветные листья в большие кучи. Из подъезда вышла соседка Зоя Семеновна со своей собакой. Кот Черныш погнался за воробьями. Наконец ей пришла в голову мысль еще раз помирить новое платье. Аленка достала тетин подарок и новые туфли, надела все это, пошла в коридор к большому зеркалу и зажгла свет. Покрутилась, посмотрела на себя с одной и другой стороны, повздыхала и подумала. «Все вместе очень красиво. Если бы я пошла к Свете, то наверняка была бы самой красивой из всех девочек». Постояла еще минуты три, а потом сказала вслух самой себе. «Так-то оно так, но ведь я туда пойти не смогу. Мне с Наташкой сидеть надо». И сняла платье. И вдруг ей в голову пришла счастливая мысль. «Я на день рождения пойти не смогу, но я знаю, кто может пойти и будет рад надеть новое платье. Кажется, я приняла решение. Позвоню-ка я Ире». Аленка улыбнулась с этой своей мысли. Вернулась в свою комнату, повесила на спинку стула платье, а рядом поставила туфли. Потом нырнула под одеяло и сразу же заснула. Вот такое решение приняла наша героиня. А еще мы с вами можем посмотреть на себя со стороны. О том, как мы будем выглядеть, нам расскажет небольшое шуточное веселое стихотворение ученик. Встал я утром с позаранку, выпил чаю, съел баранку, потянулся и зевнул. Джинсы свитер натянул, три минуты гладил мурку, слушал вальс, потом мазурку. Разобрал в углу завал, самосвалом поиграл, позвонил соседу Мишке. Полистал две толстые книжки, двух солдатиков нашел. К брату в комнату зашел, там искал свою линейку. А потом звонил Андрейка. Говорили о собаке и вчерашней спитькой драке. Посмотрел в альбоме марки, помечтал о зоопарке, съев большое эскимо. Пять минут глядел в окно и решил портфель собрать. Положил букварь, тетрадь, ручку, яблоко, пинал. Все как будто бы собрал. Выпил чаю, съел пирог и помчался на урок через двор по переулку, на ходу кусая буку. Добежал до поворота, вот и школьные ворота. Только прыгнул за порог, громко позвенел звонок. Всю дорогу я бежал. Почему же опоздал? А вы как думаете? Вот и вся наша сегодняшняя встреча, дорогие мои друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова